Дорогие гости. Дорогие гости. Я рад пригласить модератора сегодняшней сессии. Это журналист, мой уважаемый друг Райан Челкотт. Здравствуйте всем, меня зовут Райан Челкотт. Благодарю за тёплое приветствие. Если вы к нам подключились сегодня, если вы только подключаетесь, то я приветствую вас в Нур-Султане. Наша сегодняшняя вторая сессия начинается Евразийского медиафорума. Должен напомнить всем, что у нас общение не одностороннее. Все, кто подключаются к нам онлайн, являются участниками конференции. Вы можете отправлять нам вопросы через платформу, и Сью Филлипс нам вопросы передаст нашим спикерам. Сегодня четыре наших спикера даже сами подключаются онлайн, в том числе, давайте покажем их на экране, к нам подключаются Катрин Кану. Катрин, вы здесь? Мы начнём. Вот, мы всех видим замечательно. Катрин к нам подключилась, вы её видите на экране снизу справа. Катрин Кану является профессором. Она преподает этику и журнализм, и также вопросы международного развития. Она сама журналист и работала администратором Международной организации франкоязычных стран. Туда входят 88 франкоговорящих стран по всему миру. Катрин к нам подключилась, кажется, и со своей гостиной в Канаде, если я не ошибаюсь. Мы благодарим Катрин. Также к нам присоединился Филипп Сапрыкин. Господин Сапрыкин является заместителем регионального центра и заместителем специального представителя генерального секретаря ООН по Центральной Азии. Мы благодарим господина Сапрыкина за то, что он к нам подключился сегодня. Филипп к нам подключается из Ашхабада, из Туркменистана. Спасибо. И также к нам сегодня подключается Эмма Чью. Она является глобальным директором в Вундерман Томпсон Интеллидженс. Эмма, если я не ошибаюсь, к нам сегодня подключается из Лондона. Добрый день. И, наконец, с нами также присутствует Михаил Фаворов. Доктор Фаворов является эпидемиологом, экспертом в сфере контроля и профилактики распространения инфекционных заболеваний, также президентом Diaprep System. Майкл, если я не ошибаюсь, к нам подключается из США, из Атланты. Добро пожаловать. Очень важный для меня город тоже. И также с нами в зале сегодня присутствует министр информации и общественного развития Казахстана, госпожа Аида Балаева. Аида, приходите к нам сюда на сцену. И последний, но не менее важный участник – это Тереза Рибейру. Она является представителем ОВСЕ по вопросам свободы СМИ. Она сюда приехала из Португалии. Спасибо, Тереза, что вы к нам присоединились. Госпожа министра, я знаю, что вы хотели бы сделать некоторые комментарии. Пожалуйста, проходите за трибуну, и я пока временно займу ваше место, а потом мы поменяемся местами. Так что начнем мы с короткого выступления и после этого перейдем к дискуссии. Уважаемые участники форума, дамы и господа, заглавная тема нынешнего форума – как изменился мир после пандемии. Начнем с того, что коронавирус не новая угроза для человека. В истории есть примеры, когда неоднократно распространялись черная чума, оспа, сибирская язва. Но впервые в наши дни распространение вируса имело всеобъемлемущий планетарный характер, и это не могло не изменить мир, сказаться на целых отраслях экономики, оказать воздействие на сферу управления. Но главное, на чем сказалась пандемия, это на нас, на каждом отдельном человеке. Маски, средства защиты были редкостью, а стали сегодня обыденностью. Но это лишь внешняя сторона, гораздо важнее глубинные внутренние изменения практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Сегодня надо исходить из того, как изменилось или как изменится ли все то, как мы размышляем, поведенческие стереотипы, структура потребления, процессы управления и системы образования. Шкалу изменений применить очень трудно, поэтому следующие мои размышления будут иметь вольный характер. Первое. Фактически мы усвоили, что кроме производства можно осуществлять деятельность без привязки к месту работы. Благодаря информационным технологиям человечество без особого ущерба для управляемости смогло осуществить карантинные мероприятия и объявить локдаун. И несмотря на это, жертв коронавируса превысило 4 миллиона человек. Сравните с начала 21 века. За первые 14 лет в конфликтах, по которым ведется статистика, погибло 780 тысяч человек. Второе. Пандемия риска снизила транспортные сообщения между странами и континентами. Однако благодаря информационным технологиям мы не потеряли связь с внешним видом, почти полностью переведя их в виртуальное пространство. Мир моментально отреагировал на новые условия. Об этом говорят в тот факт, что если в декабре 2019 года количество пользователей всем известного сейчас сервиса в виде конференции Zoom составляло 10 миллионов, то уже в марте 2020 года она выросла до 200 миллионов. Вынужденное время провождения в ограниченном пространстве дома привело к интересным изменениям в традиционных способах получения информации. Человеку свойственно искать позитивы из самые трудные времена. Одним из таких фактов стало увеличение читательского спроса в интернет-сегменте. Так, согласно подсчетам компании Litres, в 2020 году спрос на электронные книги в стране на платформе Android вырос более чем на 50%. Как отмечают эксперты, расширение онлайн-сегмента стало подушкой безопасности для ряда издач в период пандемии. Вместе с тем, карантин стал катализатором для творческой мысли писательского сообщества, пополнив книжный фонд новыми произведениями. А пандемия повысила зрительский интерес к телевидению. Во время карантина суммарный рейтинг казахстанских каналов вырос на 27%. Меня, как министра информации, это не может не радовать. Третье. Пандемия существенно повлияла на экономику. Если взять макроэкономику, то она в глобальном выражении сократилась на 4,3%. Это более чем в 2,5 раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. Как оказалось, пандемия привела к тому, что важнейшим инструментом борьбы с коронавирусом стало информационное пространство. СМИ оказались на передовой, транслировали экспертные мнения, создавали различные ролики, специальные передачи. Они были направлены на то, чтобы объяснить как стратегию государства, так и личную ответственность за общественное самосохранение. На мой взгляд, СМИ прошли два этапа. На первом важно было объяснить необходимость карантина, а в пиковые моменты локдауна, приведя в доводы от личной безопасности до мер государственной поддержки, принятия для смягчения удара пандемии. Полагаю, что действуя, как весь мир, почти полной информационной неопределенности, наши СМИ с этой задачей справились. На втором, который мы сейчас проходим, главной задачей является необходимость массовой вакцинации и как результат выработки коррективного иммунитета. Сегодня Казахстан достиг 60% вакцинации, что стало результатом системной организационной работы не только государственного аппарата. Здесь роль СМИ трудно переоценить, поскольку без их информационных месседжей с постоянными и поступательными убеждениями, если ценишь жизнь близких, начни с себя. Было бы сложно пробудить сознание масс, особенно в жестких условиях антиваксерной истерии. Ведь стремительный рост потребления информации показал, что люди готовы поглощать информационный фастфуд, при этом не оценивая его реальную пользу или вред. Поэтому Министерство в июле 2020 года создал специальный интернет-ресурс «Стокфейк». Большинство публикаций на сайте прямые опровержения фейковой информации, которую пользователи распространяют в соцсетях. С момента запуска сайта опровергнуто более 1500 фейков. Контент проекта был просмотрен более 15 миллионов раз на разных платформах. Но реальность такова, что в виртуальном мире гораздо большее значение имеют крикбейтные заголовки, повышающие уровень тревожности и стресса у населения. Именно этим фактором объясняется популярность многочисленных блогеров, конспирологов и антиваксеров. Они не используют сложные смысловые конструкции, однако получают гораздо большую аудиторию по сравнению с традиционными СМИ. Поэтому первостепенные задачи государства в этом направлении должна стать профессиональная переподготовка действующих журналистов, включающие виртуальную психологию, этику журналиста, работа с научными базами данных, изучение мемов и других виртуальных инструментов передачи образов и информации. Одним словом, образование журналистов должно быть современным и глубоким. Именно это отличает профессиональных журналистов от диретантов. Поэтому в этом году нашим министерствам заключены меморандумы с ведущими вузами страны для подготовки отраслевых журналистов, которые будут освещать вопросы медицины, экологии, религии, права, IT. По итогам первого полугодия обучающие курсы прошли 4 тысячи участников. Во-вторых, с активным развитием интернета мир столкнулся с проблемой кибербуллинга. Так и любой вид травли, кибербуллинг является одним из видов агрессии, которая должна пресекаться законом. Безусловно, министерствам в этом направлении ведется планомерная работа. Мы уважаем внутренние правила соцсетей, но считаем, что неправомерный контент, причиняющий вред чести и достоинству человека, не должен оставаться в свободном доступе. Ведь именно с этих ценностей начинается преамбула всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией ООН. В-третьих, пандемия показала, что у нас очень активно и стихийно развивается система гуманитарной помощи. Но не культура гуманитарной помощи. Прежде всего, речь идет о большой информационной разъяснительной работе по формированию этики взаимопомощи и проявлений человечности. При этом крайне необходимо поддержать развитие такой культуры при помощи гражданских инициатив, ибо именно они помогут в сохранении общности, единства граждан больше, чем прямая пропаганда. Сегодня уже ясно, что самой большой задачей в мире машин станет наша способность оставаться человеком. И наблюдая во время пандемии, как вместе с медицинскими работниками, полицейскими, учителями журналисты шли на передовой борьбы с COVID, а некоторые даже успевали заниматься волонтерской деятельностью, развозили вещи первой необходимости, продукты, приходишь к выводу в нашей среде, в среде медиаработников с этим все в порядке. Поэтому свое выступление хочу завершить с благодарностью. С благодарностью всем журналистам и работникам масс-медиа за ваш каждодневный труд, за творческое стремление и пресс-профессионализм. И, конечно же, организаторам сегодняшнего Евразийского медиа-форума за актуальную повестку и возможность поделиться идеями. Спасибо. Позвольте мне начать свою следующую речь, поблагодарив госпожу министра, которая озвучила новые смыслы. И мы весьма благодарны за выступление крупного правительственного чиновника и весьма благодарны за то, что вы отдельно выделили работу журналистов и журналистики. Благодарю вас за это. Вы подняли большое количество вопросов, которые мы будем продолжать обсуждать сегодня. Теперь очень быстро, краткая история от меня. Сегодняшняя дискуссия называется «Пандемия, как она изменила мир и новые векторы глобального сосуществования». Когда я думаю про первую часть, на самом ли деле изменился мир? И насколько велики последствия пандемии с точки зрения изменений? Насколько влиятельными являются факторы воздействия от пандемии? И я хотел задать вопрос, действительно ли речь ведется об очень крупном вопросе. И мы все помним, когда происходят подобные события вокруг нас или происходят с нами. Допустим, поколение моих родителей. Для них был шок, когда убили президента Кеннеди. Для моего поколения шоком стали теракты 9-1-1. И сегодня мы отмечаем 20-летие этих террористических атак. Я живу в Лондоне, но родом я из США. И я помню этот день поминутно. Лично я. Я тогда был репортером компании CNN. Я в тот день проследовал в московское бюро CNN. И там я увидел вот эту картинку Всемирный торговый центр, в который только что врезался пассажирский лайнер. Это я никогда не забуду. Люди всего мира никогда это не забудут. Американцы, которым сейчас лет 35, это точно никогда не забудут. Они будут помнить, что они в тот день ели, пили, во что были одеты. Я задал вопрос своему 18-летнему сыну, американо-британо-российского происхождения. Каково самое крупное событие в твоей жизни, которое ты никогда не забудешь? И он быстро провел разницу между собой и мной. Он сказал, когда были теракты 9-1-1, это существенно для твоего поколения, это существенно и для меня. И я тоже американец, я разделяю американскую идентичность. Но без сомнения мы с ним согласились, что самым крупным событием в жизни моего сына и его поколения была пандемия. Сегодняшняя пандемия. И в чем отличие этой пандемии от событий 9-1-1 и других событий? Поскольку это событие по определению своему истинно глобально. И, конечно, американцы помнят про теракты 9-1-1 и делятся своим опытом. Но сегодня человечество переживает единый опыт. Это пандемия ковида. И вот сегодня мы обсуждаем некоторые последствия этой пандемии. И будем думать про то, как они повлияют на жизнь поколений и будущих поколений. Ну, в любом случае, это было краткое вступительное слово с моей стороны. А теперь я буду задавать вопросы, воодушевлять людей на обмен мнениями. Давайте начнем с вас. Тереза, благодарю вас за то, что сегодня присоединились к нам. И скажите, не слишком ли сильно я высказался про эту пандемию, ее последствия и вообще всю текущую ситуацию? Да, благодарна вам. Спасибо большое, принимающая сторона. Прошу вас, позвольте мне выказать свое удовольствие, что я нахожусь здесь. И мне дается возможность поделиться своим видением на все вот эти события, конкретно на пандемию ковид-19. Вы упомянули, что кто-то сказал, и мне кажется, что очень важно, как долго, мы думаем, будут продолжаться последствия после пандемии. Как мне кажется, это кардинальный и наиважнейший вопрос сегодня. И нам сегодня придется разобраться. И одновременно с этим мы хотим знать, вызвала ли пандемия очень важные изменения. И в каких конкретно сферах эта пандемия просто ускорила развитие неких тенденций, которые там уже были. И как мне кажется, на основании фактов можно заключить, что сегодня мы больше наблюдаем за усилением и ускорением тех трендов и тенденций, которые сформировались до пандемии. Я думаю, это очень хорошее начало для беседы. Когда началась пандемия, я думаю, возникли, по всему миру возникли вот эти ощущения, вот это оживление, ажитация населения. Как нам выживать в этой пандемии? Она глобальна, требуется глобальный подход к борьбе с пандемией. Но что же случилось? А случилось то, что из-за в силу того, что миру не хватало медицинских ресурсов и запасов, мы поняли, что мы слишком сильно были зависимы от глобальной цепочки поставок и снабжения, в связи с чем народы мира не смогли адекватно отреагировать на потребности своих граждан в условиях пандемии. И это сподвигло и в некоторых местах укрепило и ускорило развитие национализма. Мы видим, как сегодня страны борются друг с другом за медицинские ресурсы. Так что национализм – это нечто, что на самом деле нашло ускорение и усиление в условиях пандемии. Но тем не менее национализм как тренд, как тенденция в нашем мире имел место быть и до пандемии. Давайте не будем говорить, что из-за пандемии произошло усиление национализма. Произошло ускорение национализма. Но пандемия не породила, не вызвало к жизни национализм как таковой. И второй аспект, который я хотел бы подчеркнуть в своей речи – это на первоначальных этапах развития пандемии. Мы доверялись науке, мы доверяли науке. И мы начали распространять среди друг друга различные конспирологические теории, дезинформацию, мисинформацию про эту пандемию. Различные слухи и домыслы. И это само по себе составило отдельный тренд. Это конкретное, непосредственное последствие от пандемии. Причем длительно продолжающаяся и достаточно уверенно занимающая свою нишу. Это большой вызов для всех нас, для всех наших обществ. Недостаток доверия к науке, отсутствие доверия к государственным учреждениям и институциям – это серьезная проблема. Это воистину серьезная проблема, поскольку она нарушает социальные связи и неделимость общества. Оно влияет на работу правительств наших государств. Как мне остановиться ли сейчас или как нет, конечно, вы можете продолжать, но вы подняли три удивительных вопроса. Давайте вы как бы закончите свою мысль и мы развернем дискуссию. Вот эти три постулата – информация, дезинформация, отсутствие доверия к людям, которые распространяют информацию, новые конспирологические теории, реальная проблематика, возникающая с этим, рост национализма. Страны борются друг с другом за распределение ресурсов для борьбы с пандемией. И пандемия на ровом месте создает новые проблемы, в частности, ускоряет какие-то уже существующие тренды и тенденции. Сегодня у нас есть врач. Я хотел бы обратиться к врачам. Мы не знаем, когда закончится эта пандемия и куда она нас заведет, но у нас есть наука. Пускай она ответит наука. Когда закончится пандемия, куда она заведет. Любой человек, который хотел бы вступить в разговор, можете не спрашивать моего разрешения, а присоединяться. Прошу вас, Майкл. Мы вас не слышим. Благодарю вас. Чудесно посетить столь важное мероприятие. И время для организации этого мероприятия подобрано очень хорошо. Сейчас я, наверное, перейду на русский язык, чтобы дать нашим переводчикам некоторое расслабление. Хочу сказать, что главное, это все имеет две стороны. Глобализация привела к эпидемии многократно. Например, Юстинианова чума была результатом римских дорог. А оспа, страшная оспа в новом свете была результатом открытия нового света. И пока туда не привезли вирус, его там не было. И поэтому для нас очень важно понимать сегодняшнее состояние систем здравоохранения. Потому что эпидемия, пандемия, которая идет, она не закончена. Мы все очень надеемся, что у нас есть эффективные воздействия для прекращения этой страшной эпидемии, которая уже унесла 5 миллионов человек. Каждый пятисотый человек в Соединенных Штатах, каждый пятисотый погиб. Это огромная цифра, которая даже не вмещается в сознании. В свою очередь, я 10 лет работал в Центральной Азии руководителем регионального центра Соединенных Штатов CDC в Центральной Азии. И могу сказать, что воздействия на Центральную Азию, на евро-азиатский регион, возможно, даже больше, чем в Соединенных Штатах. Это нам еще предстоит основное влияние на развитие эпидемий – это контролируется достижениями мер клинической медицины и общественного здравоохранения. Однако эпидемия показала, что принятие решений было обусловлено кризисами, мощным влиянием организованных групп, часто со своими специфическими интересами. Решения в период эпидемии принимаются в основном на основании и переговоров, и воздействия на ситуацию, но не на данных всестороннего научного анализа. И даже в коммуникационной сфере, о которой так интересно сейчас мы слушаем, но мы должны отметить, что кризисы здравоохранения, не успехи, не достижения, не возможности, а именно кризис попадают в заголовки новостей. Глобализация увеличила эффективность неформальных организаций. Соответственно, уже это говорилось, дилетантизм, непрофессионализм, антивакциональное движение, информационная революция, особенно в период эпидемии, когда люди во многом старались избегать контактов, привела к усилению сетевых структур, часто о которых мы даже не знаем. Фальсификация рекомендаций, гугла, медицина и тому подобное. Влияние международных криминальных объединений, использующих проблемы здравоохранения, ну вы знаете о поставках фальсифицированных диагностиков, например, и даже фальсифицированных лекарств. Групповые интересы, к сожалению, часто в эпидемии в этой лидировали по сравнению с интересами, обусловленными научными данными. Таким образом, обобщая, я хотел бы сказать, что политическая составляющая здравоохранения существенно выросла во время этой эпидемии во всех странах, от Соединенных Штатов и до любой из евроазиатских стран. Как говорил Бисмарк, политика есть учение о возможности. То есть для улучшения здравоохранения нам необходимо, как врачам, как эпидемиологам, лучше знать политические механизмы. Спасибо. Спасибо большое, Майкл. Благодарю вас, Майкл. У нас осталось 55 минут на этот разговор. И у нас большое количество охватываемых вопросов и людей, которые хотели бы внести свой вклад. Поэтому, уже и мы докладчики, помните, это не односторонняя связь. Прошу вас, выходите со своими комментариями с тем, чтобы мы могли как-то оживить, сделать более интерактивным сегодняшнее мероприятие. Теперь я обращаюсь к следующему докладчику. Ваше отношение вот к этим аргументам, битва за ресурсы, которая породила новую волну национализма. И, конечно, вы же обратили внимание, новые векторы глобального сосуществования в условиях пандемии. И сегодня Тереза уже озвучила определенные тренды, например, сдвиг от глобализации в сторону изоляции. Вот так ли это происходит? Прошу вас, из Канады расскажите нам. Спасибо большое. Очень рада к вам подключаться из Канады. У меня вечер, у вас день. Очень хороший вопрос. И я действительно ценю то, что сказали предыдущие спикеры, потому что я с этим согласна. Мне кажется, что пандемия стала таким глобальным политическим стресс-тестом. Это, наверное, самый большой кризис с времен финансового кризиса 2008 года. Конечно, глобализация нас сделала более взаимозависимыми и взаимосвязанными, но пандемия отразила риски такой взаимосвязанности и взаимозависимости. Вы правы. Действительно, национализм проявился, потому что нам вдруг пришлось защищать своих людей, границы были закрыты, путешествия остановились. Все, по сути, пытались запастись какими-то дефицитными товарами. Я вот помню, мы как раз с нашей международной организацией франкоязычных стран пытались найти маски и санитайзеры для африканских стран. И во Франции их даже не было. У нас просто штаб-квартира во Франции находилась, поэтому я знаю. Поэтому мир оказался неподготовлен к такому кризису. Поэтому всем пришлось пересматривать свою зависимость от других стран и пытаться понять, как обеспечить самодостаточность. И это действительно создало такую изоляцию, которая проявилась. Но просто не было выбора у стран в каком-то смысле. И это также для меня демонстрирует важность лидерства. И тот факт, что лидерство на международном уровне необходимо в такие времена. И многие уроки можно вынести из этого кризиса. Если задуматься об этом, и Майкл об этом говорил, Михаил об этом говорил, что необходимо объединяться миру и искать пути решения. А вместо этого мы увидели, вот, например, в Соединенных Штатах картину, когда возникло чувство того, что надо фокусироваться на внутренних вопросах, да, и все идет на внутреннем уровне хорошо. Прекратили даже США финансирование свое ВОЗ. И потом было достаточно доз вакцины с излишком, но при этом не отправляли ее в другие страны мира, где она была столь необходима. То есть создался такой... Уже до этого был процесс, когда страна фокусировалась на внутренних вопросах, но кризис еще усилил эти тенденции, и решение на тот момент президента Трампа было сфокусироваться на внутренних вопросах, но при этом отторгая науку или важность кризиса. И результат был просто ужасающим для США, и Михаил об этом говорил. Такое большое количество смертей было, большое количество заболевших людей, умерших людей из-за дезинформации. И мне кажется, что глобализация действительно от этого пострадала. Даже глядя сейчас на президента Байдена, все равно, хотя было сказано, что Америка вернулась на мировую арену, они хотят занять свое место в международных организациях и начали работать с международными организациями, начинают потихоньку отправлять вакцины в другие страны. Но это все равно немного другая позиция. Да, конечно, может быть, президент уже не кричит, что Америка прежде всего, но все равно подходы в внешней политике другие. Даже с соседями Канада является самым, наверное, большим союзником, соседом, торговым партнером. И даже с нами у нас есть и торговые споры, и даже в кризисе коронавируса, допустим, американцы сейчас могут заезжать в Канаду, но канадцы не могут заезжать в Америку. То есть это уже совершенно другие взаимоотношения между странами. Это те отношения, когда страна ставит себя на первое место и всех остальных уже на второе. Может быть, конечно, в начале не было выбора, потому что нужно было обеспечивать меры защиты. Но сейчас, я думаю, что миру пора искать глобальные решения при участии всех стран, этого не избежать. Спасибо большое. Я вот хочу сейчас вопрос задать по Европе. Вот этот вопрос изоляции, национализма. Видите ли вы такие же тенденции в Европе? Вот вы в Лондоне. Я, конечно, понимаю, что Брекзит случился еще до пандемии. Да, может быть, где-то споры между Великобританией и Евросоюзом не закончились. Но видите ли вы похожие тренды? Многие люди говорят, что сейчас самая большая геополитическая проблема – это взаимоотношения между США и Китаем. Эмили, что вы можете сказать об этом? Так, давайте подождем. Добрый день. Да, мы вас слышим. Здравствуйте. Эмма на самом деле не Эмили, из-за этого я запуталась. Простите меня, я ошибся. Итак, конечно же, есть некоторые трения, которые мы наблюдаем в Великобритании, потому что мы сейчас должны не только работать с политическими вопросами, вызванными пандемией, но и многие политические вопросы у нас были на повестке и до этого. Брекзит, например, и, конечно, все прочие глобальные процессы. Мы пытаемся до сих пор, наверное, еще разобраться и понять. Я вот расположена в Лондоне сейчас, и Лондон – это очень международная столица, ключевой город. И даже сейчас, когда я хожу по Лондону, ощущение совершенно другое, даже не из-за пандемии, а из-за Брекзита. И вот эти две проблемы начинают пересекаться, и люди себя и ведут совершенно по-другому. И у нас большое количество людей ощущают этот стресс. Есть разные сообщества, которые пытаются как-то сейчас объединиться и поддержать друг друга. Но все еще это очень сложные, спутанные времена. Много неопределенностей сейчас. И я вот за последние полтора года часто слышу слово «неопределенность», потому что все люди сталкиваются с этим чувством. Неопределенность вызывает тревогу, и эта проблема становится все более комплексной. Было очень интересно услышать историю, которой Райан говорил о том, как найти место в мире, учитывая разнообразные происхождения. Ну вот и здесь я тоже вижу похожие тренды. Люди пытаются найти свое место, учитывая, что глобализация становится более локализованной. То есть люди пытаются понять, где они будут себя чувствовать комфортно. И это, наверное, ключевой фактор. Люди пытаются ответить себе на этот вопрос. Ну и, кажется, второй вопрос, повторите мне его, вы говорили про Китай. Пандемия изменила что-то? Как вы думаете, повлияет ли пандемия на взаимоотношения между США и Китаем в ту или иную сторону? Мне кажется, что отношения между США и Китаем всегда были сложными. И, как Тереза говорила, много трендов сейчас существует, которые, в принципе, уже были, но пандемия их ускорила. И те тренды, которые мы ранее видели по взаимоотношениям стран, они просто будут ускоряться из-за пандемии. Я думаю, что будет дополнительное давление на Китай. Это могут быть не только слова, это могут быть даже какие-то меры давления на страну. Я думаю, что мы будем это видеть в большей степени. Хорошо, спасибо. Филипп, спасибо, что вы к нам подключились из Ашхабада. Насколько вы обеспокоены таким вот сдвигом? Иногда оказалось, что у нас была такая большая глобальная вечеринка до пандемии, а сейчас уже совершенно иная ситуация, как Тереза начинала говорить, что сейчас уже такое чувство национализма возникает. Что скажете? Добрый день. Здравствуйте, Райан. Всем ли меня слышно? Да, да, мы вас слышим. Я, если вы не против, перейду на русский, потому что у меня свой анализ подготовлен на русском. Да, пожалуйста. Это анализ о том, как региональный центр справлялся с пандемией и каковы действия стран Центральной Азии и как это все повлияло. Так что, если вы не против, я перейду на русский. Добрый день. Уважаемые коллеги, ну, прежде всего, мое выступление сегодня я бы хотел все-таки посетить тому, чем реально официальный центр занимается в Центральной Азии, как он поддерживает сотрудничество между государствами, прежде всего, в соответствии со своим пандатом, который был нам дан в Советной безопасности ООН. И, в частности, национальный центр ООН-покративной дипломатии для Центральной Азии и специально-политической комедии, которая откуда-то сотрудничество с пяти странами региона по самым актуальным вопросам национальной повестке дня. Это, в принципе, выкатывает политику и экстремизму, поиск решений по рациональному, по граничному, особенно в конечном статистике тематических произведений. А также, в принципе, роль женщины, молодежи, вообще-то, на политическом государстве. Все эти темы очень важны, и они все были как бы в списке наиболее приоритетных вопросов во время пандемии. Но этим шелом, говорить про результаты объединенных наций, я могу отметить следующее, что все-таки циклы, которые были непростыми всего мира, они внесли много перемен в нашу жизнь, заставили адаптироваться к новым условиям и перестраивать на полный процесс. С начала пандемии COVID-19, начальника, ООН предложила глобальную вкладку, чтобы помочь странам быстро и эффективно реагировать на ее ответы. Уже в начале кризиса, уже в начале кризиса, генеральный секретарь ООН выставил в результате глобального прекращения вакцинации. Был опубликован отчет, общая ответственность глобальной солидарности, реагирование, экономические последние вакцинации, а также был учрежден фонд реагирования и восстановление откровенности в Вьетнаме. Во время времени, как и все эти инициативы, лишь усилили свою значимость. Помимо этого, в 2020 году была запущена инициатива десятилетий действий по ускорению реализации процесса и цели устойчивого развития. Генеральный секретарь ООН также действует в действии по защите прав человека. И в правом ускорении, значит, серьезные дискуссии по победам, расизмам и дискриминации. Поэтому я хочу просто провести цитату генерального секретаря, который стал пониманием того, что международное сотрудничество, как никогда, оно следует уйти к более устойчивому, инклюзивному постпандемическому миру. Старые считающиеся нормой неравенства и несправедливости должны быть отброшены. И очень-очень не согласен с этой цитатой генерального секретаря. Теперь я могу немножко рассказать про то, как проходили процессы в Центральной Азии. И если вы помните, что государства в Центральной Азии, в Казахстане, Казахстан, 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 Туркминстан, Юзбекистан поддержали все эти условия, связанные с последствием глобальной контейнести и активно подключились к региональному и международному усилию, к снижению ее негативного влияния. Можно привести очень много примеров в Украине и Мальдерске, в странах нашего региона, которые встречали регулярные контакты на разных уровнях, встречая на самом высоком политическом уровне. Например, в то время Казахстан оказывали гуманитарную поддержку в Казахстане, в Казахстане, в Таджикистане, в Казахстане. В Казахстане и Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане и Азии, в Казахстане. Казахстан предоставил куманитарную помощь и РАНУ, и Афганистан. Если мы вас можем на секундочку остановить. Процедура пересечения границ для обречения доставки стратегически важных товаров, прежде всего производства питания, оборудования. Соответственно, была обеспечена бесперебойная подача электроэнергии, а не было. И это лишь несколько примеров поддержки и средства, которые мы напитали в регионе. В том, что касается нашего центра, здесь уже полная весь наш мандат, а также те установки, которые нам давал авось, профессиональные нации. Мы продолжаем осуществлять комплексный анализ, информацию, эксплуатацию, диалог с другими странами и регионами на самую высокую мощность. Саня, представитель генерального секретаря области Афганистана, госпожа Наталья Герман, кто ее знает, несмотря на ограниченные меры в регионе, она, тем не менее, посещала страны, проводила встречи, консультанты, 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 консультанты и консультанты. В 2020 году региональный центр организовал две встречи с заместительными странами делом в Афганистане и Афганистане. На этих встречах страны имели возможность поставить свои убедения и обсудить сложение относительно сотрудничества в это нелегкое время. Это касается как реагирования на нынешние случаи, а также безвозможные меры по реагированию на будущие кредиты, которые могут быть в регионе. Хочется особо отметить, что из тех 5 стран, которые выделили в области сотрудничества, как транзитные транспортные коридоры, например, криво-тепла, они отметили, что очень важно сотрудничать с секторами здравоохранения и пересуществующих региональных механизмов. Также было особо отмечено, что, хотя имелось бы заточен на COVID-19, другие региональные и глобальные проблемы куда-то не делись. И их надо решать. Это касается развития и развития, в том числе и к биологическому терроризму. И они отмечали факт обеспечения равенства прав женщин и молодежи. Эти вопросы, например, не оказались в жизни. Я могу сказать, что уровень взаимодействия между региональными центрами и правительственными странами во время пандемии не снизился, а наоборот даже не снизился. И в большинстве стран, знаете, эта работа тоже стала более интенсивной. Поэтому, если останется время, я могу полностью сказать, по каким темам впечатляли сотрудничество между странами и регионами. Но, без переначала, наверное, я сейчас буду отходиться и, наверное, передать слово к министерателям. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень интересно было вывод, упомянули Афганистан. Мы также слышали, и Кэтрин говорила о Афганистане. Сейчас меняется политика США, политика президента Байдена. Очень интересно, как будет это влиять на региональное сотрудничество, учитывая, что США чуть-чуть отходит от этой внешней политики. Может быть, частично это было вызвано коронавирусом, ну или, может быть, как говорили наши спикеры, просто процессы ускорились из-за ковида. Я сейчас хочу перейти немного к другой теме, но теме, которую мы все всерьез воспринимаем на Евразийском медиафоруме, поскольку мы из журналисты. И это тема информации или дезинформации. Прежде чем я к ней перейду, я хочу отметить, что сегодня, кстати, в 4.30 у нас будет замечательная беседа как раз на эту тему. Поэтому никуда не уходите. В 4.30 по времени Нур-Султана эта беседа состоится. Мы узнаем все о том, как происходят манипуляции с информацией и как можно исправить эту ситуацию. Но я хочу еще поговорить об информации в контексте пандемии. Хочу вернуться к Катрин. Иногда такое чувство создается, что сложно получить прямой ответ на многие вопросы, которые вызвала пандемия. Это такие вопросы, как, например, некоторые люди, допустим, не знают, вакцинироваться или не вакцинироваться. Я должен, конечно, сказать, что надо вакцинироваться. Но все-таки, если вакцинироваться, какую вакцину получить? Можно ли смешивать вакцины? Как распространяется заболевание? Есть ли у нас проблема с информацией в пандемию? Есть ли проблема с дезинформацией? Это, на самом деле, замечательный вопрос. Действительно, проблема есть, потому что это уже то, что называется инфодемией. Это перегруз, передозировка информации. Есть, конечно, хорошая информация. Я знаю и организации, которые пытаются работать с этим. Но при этом много и ложных сведений, много спекуляций, много слухов, которые вводят в заблуждение и граждан, и правительство, и лидеров, и осложняют понимание ситуации. Сложно понять, где истинные факты, чему доверять, кому доверять. И должна сказать, что мы, наверное, все от этого пострадали, и все наши знакомые, все задумываются, какая вакцина хорошая, какая не очень хорошая, можно ли их смешивать. И распространение информации и ложной информации через социальные сети идет настолько быстро и охватывает такое большое количество людей, что очень сложно, скажем, побороться с этой информацией. И особенно дезинформация в вопросах общественного здоровья в пандемию может нанести потенциальный вред и быть опасной для здоровья населения. Поэтому это очень-очень серьезный вопрос. Я вижу, что со стороны СМИ, со стороны ВОЗ, со стороны правительств много мер принималось для того, чтобы пытаться контролировать эти процессы. Вот, например, в Африке я видела такое огромное количество, просто поток ложной информации о ковиде. Я вот помню, кажется, в мае в Кении распространялись ложные утверждения о том, что вакцины, например, влияют на менструальный цикл, и начали распространять эту информацию онлайн, и просто сумасшествие возникло. И потом огромное время потребовалось для того, чтобы опровергнуть эти мифы. Но многие люди потом не получали даже вакцину из-за каких-то таких страхов. Поэтому это очень большая проблема. И вопрос, который у меня возникает, это то, какова может быть роль Всемирной организации здравоохранения в плане еще более усиленной работы со странами. Потому что иногда мы даже видим одни и те же научные данные, которые по-разному интерпретируются в разных странах. И это действительно большая проблема, когда пытаешься понять, где истина лежит. Допустим, можно ли смешивать разные вакцины. Допустим, США считают, что это проблема. Другие страны мира говорят, что это не проблема. Но это же игра с жизнями людей. И надо... Я понимаю, что страны страдают от этого, но может ли международная организация, такая как ВОЗ, обладающая экспертными знаниями, экспертным опытом, может быть, у них будет больше возможностей направления нас в нужное русло со своими настоятельными рекомендациями. Они пытаются это делать, да, но все еще решение остается на усмотрение стран. И я думаю, что это неправильно. И плюс еще и имеются лидеры. Допустим, прошлая администрация в США даже распространяла неправильную информацию о вакцинах или о пандемии, отвергала саму концепцию этой пандемии. И в результате больше людей умерло, больше ограничений пришлось внедрять для контролирования распространения. Больше был эффект для экономики, потому что это влияло на бизнесы, на рестораны. Это повлияло на физическое и психическое здоровье и благосостояние людей. Поэтому требуется лидерство. На мой взгляд, прежде всего, нужно лидерство, и это сложная борьба. Возникает большое количество вопросов от онлайн-участников. Как мне кажется, вы затронули большое количество важных вопросов. У нас вопрос из онлайн-режима. Как раз к вам. Благодарю вас, Райан. Хочу, чтобы все знали, что если аудитория имеет намерение задавать вопросы, то у нас в зале есть волонтеры с микрофонами. А теперь онлайн-вопрос. Майкл Фаворов. Какова вероятность того, что с учетом постоянной мутации коронавируса карантин никогда не закончится. И вторая часть. Есть ли возможность, что COVID-19 станет сезонным гриппом, как и прочие, а потом возникнет новый супервирус, который заместит все? Позвольте ответить мне на второй вопрос в первую очередь. Вполне определенно, что корона, этот тип короны останется с нами навсегда. Но я не думаю, что он будет столь эпидемичен. Сегодня в мире циркулирует практически 20 различных штаммов коронавируса. И, в принципе, в этой части оснований для беспокойства нет. Вопрос о продолжении жизни закрыт. Жизни вируса. И первая часть на нее сложно ответить. Но в первую очередь вирус попытается адаптироваться под нас. Он создаст новые механизмы. И для этого у него есть многомиллионный опыт выживания и эволюции. И при этом вирус станет гораздо менее опасным, убивающим. И одновременно с этим он легче будет циркулировать в человеческой популяции. Так что мое предсказание таково, и я уже эту модель публиковал в 2023 году. Наступит новый год. Новый эпидемиологический год, как я бы его назвал. Давайте посмотрим, что случится в 2023 году. Благодарю вас, Эмма. Теперь обращаюсь к вам. Врач ответил достаточно четко. Вы слышали позицию ВОЗ через Кэтрин. Согласны ли вы с Кэтрин с тем, что у ВОЗа в принципе не имеется чего-то четкого? Я думаю, организация находится под определенным давлением. И мы это обсуждали в рамках моей группы. Мы пытаемся выявить ключевые потребительские тренды и культурологические последствия. Сегодня мы наблюдаем определенные тектонические сдвиги по мере того, как человечество пытается решить пандемическую ситуацию и проблемы, возникающие в связи с ней. И сегодня возникает определенное ощущение, что происходят культурные сдвиги. Народы начинают сотрудничать друг с другом не так активно, как хотелось бы. Но мы наблюдаем определенный прогресс. И здесь я взираю на ситуацию более-менее оптимистично. В том смысле, что человечество покажет свои лучшие стороны и характеристики в деле борьбы с пандемией. И это не будет делом, решаемым какой-то одной организацией или институцией. Это будет коллективная работа и усилие. И здесь колоссальную важность обретает вопрос доверия. Его мы тоже изучаем. Проводим общественные опросы. Проводим опросы потребительского мнения. И складывается такая картина, что репутация правительственных органов очень-очень низка. Люди не хотят слушать, что им говорят их правительства. Соответственно, возникает вопрос, как правительственные учреждения могут восстановить доверие. Где находятся основания для этого доверия. Как завоевать доверие среди молодого поколения, для которого самым важным событием в жизни станет пандемия. И этому есть большое количество различных источников, новостных источников, которые рассеивают внимание молодежи и имеют потенциал увести ее в сторону. Мы должны предложить более точные данные, более доступные выкладки с тем, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. И сегодня, воедино собравшись, мы сможем восстановить взаимное доверие. Мы сможем восстановить репутацию Всемирной организации здравоохранения и национальных систем охраны здоровья. Сегодня большое количество компаний, когда дело касается доверия и доверительных мероприятий, показывают себя с совершенно неожиданной стороны. С положительной стороны они выпускают в обращение правильную информацию, достоверную информацию. Ту, которая должна помочь человечеству справиться с пандемией. Сегодня Фейсбук находится под давлением, потому что Фейсбук заставляет бороться с распространением фейк-новостей про пандемию и про ее последствия. Весьма интересные наблюдения. Кэтрин, прошу вас. Я собиралась сказать, что согласно СМИ, и я не хотела сказать, что какие-то международные организации или государства не справляются. Я хотела сказать, что государством надлежит верить различным экспертам, экспертному сообществу в деле принятия решений для себя, следовать ли рекомендациям этих экспертов или не следовать. Но сегодня эксперты активно работают, собирают данные, анализируют крупные массивы данных. И в этом смысле, к сожалению, никто еще пока не принял на себя роль международного лидера. Но большое количество стран, людей, заинтересованных сторон, вовлечено в процесс борьбы с пандемией. Ключевым игроком здесь является такой инструмент, как социальные медиа. Они влияют на развитие ситуации. Весьма интересная мысль, которую вы озвучили. Но в 4.30 у нас будет панельная дискуссия, на которой мы будем обсуждать окружающую среду. В 4.30 по времени Нур-Султан после обеда я бы не мог вообразить более важной повестки дня, нежели той, которую мы сегодня обсуждаем, включая изменения климата. И сегодня мы отработаем различные варианты и сценарии. В Шотландии будет скоро очень крупное мероприятие. А сейчас у меня вопрос к госпоже Балаевой. Хорошо. Позвольте мне вкратце прокомментировать, быстро прокомментировать некоторые сделанные заявления про важность, например, международной кооперации. Это ключ к успеху. Потому что, к сожалению, пандемия имеет такую тенденцию оказывать мощное драматическое воздействие и влияние на нашу жизнь, на нашу глобализацию. Это то, что формировалось последние несколько лет до пандемии. И этот эффект, это воздействие прирастает. Сегодня растет. Пандемия обнажила такое управление, как разделение мира на богатый север и бедный юг. Это то обстоятельство, про которое нельзя забывать. Также хотела бы прокомментировать следующее. Ущерб и вред, который вызывает дезинформация и неправильная интерпретация информации. Это историческая проблема. Она влияет на солидарность общества. Она бьет по доверию к нашим институциям и оказывает воздействие на состояние безопасности самих журналистов. К сожалению, на данный момент я могу сказать, что вот эти антиваксеры, их общественные собрания, когда происходят на этих собраниях, очень часто атакуют журналистов, нападают на журналистов антиваксеры. Участники демонстрации нападают на журналистов. По идее, на тех, кто защищает их права. Это новая проблема в деле обеспечения безопасности журналистского сообщества. Это меня беспокоит в первую очередь, как человека, занимающегося свободой медиа. Так вот, я констатирую, сформировался опасный тренд, который напрямую связан с пандемией. Он бьет по журналистам. Он ставит журналистов в такие условия, когда им никто не верит. Все считают, что они лгут. Люди убеждены, что во всем мире происходят ужасные события. Журналистика, так сказать, ловит рыбу в мутной воде. В связи с чем происходят атаки и нападения на журналистов. И вот эти все опасные элементы собираются воедино. И это бьет по свободе журналистики. А в условиях пандемии это было настолько раздуто, что привлекло массу внимания. Благодарю вас, госпожа Балаева. Хотел задать вам вопрос. Вы единственный политик, который принимает участие в разговоре от лица Министерства информации. Наверное, последний год был для вас крупным вызовом, поскольку большое количество дезинформации, распространяемой различными людьми. И вы, как никто другой, понимаете силу правды и истинности информации. Я в своем докладе рассказала о тех мерах, которые принимаются нашим министерством. И я присоединяюсь ко всем спикерам. Действительно, пандемия изменила мир, изменила нас. И, соответственно, мы сегодня видим, что все правительства стали намного клиентоориентированы к обществу. И здесь очевидно одно, что в целом у нас есть, как никогда, у нас есть единый враг в лице коронавируса, коварного вируса, к сожалению, который не собирается отступать. И у нас общая задача – это борьба с фейковой информацией. Поэтому я полагаю, что мы должны объединить наши усилия, выработать какие-то меры борьбы. И здесь очень радует, что сейчас общество как никогда оценило важность достоверной информации. Я присоединяюсь к спикеру о том, что здесь очень важно помогать нашим журналистам и объединять наши усилия. И было интересно в вашем докладе, когда вы говорили о том, что много этой информации, дезинформации, не из традиционных СМИ приходят, а из блогеров. Как с этим бороться? Как вы с этим боролись? Ну, понятно. Надо усиливать разъяснительную работу. И здесь, конечно, очень важно профессионализм журналистов, о котором я тоже говорила в своем докладе. И здесь очень важно, чтобы именно мнение экспертов и достоверная информация широко тиражировалась не только внутри одной страны, но и в целом мировом сообществе. Поэтому, конечно, здесь очень много предстоит сделать в этом направлении. Весьма интересные наблюдения. Благодарю вас. И вот что я сегодня интересное услышал, это то, что нападают на журналистов, потому что они пытаются распространять то, что они считают правдивой информацией, а люди не согласны. А также люди говорят про то, что в мире наблюдается поляризация новостных агентств. И мы за этим наблюдаем, особенно в условиях пандемии COVID-19. И я хочу обратиться к Кэтрин, Эмма, Тереза, будьте наготове. Я прошу, чтобы вы вкратце откомментировали данный постулат. Да, я думаю, что про поляризацию вы весьма правильно сказали. Я живу в Соединенных Штатах Америки. И здесь как раз таки это наблюдается политизация вопроса COVID-19. Проблема в том, что существует большое количество информации. И крайне сложно определить, что правда, что неправда, что правильно, что неправильно. Очень часто все упирается в персональные контексты предпочтения аудитории. Конечно, ситуация требует большей разъяснительной работы и пояснений со стороны компетентных источников. Даже политики сегодня не всегда могут полагаться на компетентные источники. Их заявления приводят к разделению населения на различные группы. И сегодня, как мне кажется, некоторые правительственные органы должны извлечь определенные уроки. Это умение налаживать диалог, доводить правильную информацию, наводить информационные мосты собственным населением. В этом деле надо быть терпеливым, выказать определенную терпеливость. Поляризация – это не самый лучший вариант для развития общества. Эмма, вы киваете головой. Прошу вас. А я тотально согласна с Кэтрин. Образование – это колоссальный инструмент, очень важный инструмент. Сегодня, как мы будем обучать наши будущие поколения про эту пандемию и ее последствия. Недавно у меня была дискуссия с другом, и друг мне сказал, Он сказал, что самое страшное, если из-за пандемии, из-за образования выпадет наше следующее поколение. Соответственно, молодое поколение должно быть осведомлено о том, что происходит и каковы последствия в будущем. И я согласна с вашим заявлением о поляризации общества. Я последние пять лет живу в Нью-Йорке, временами в Лондоне и в обоих столицах мира. Я наблюдаю, как в Штатах наступила колоссальная поляризация. Сегодня произошел непосредственно моральный раздел на целые группы. Люди разбились на отдельные группы, которые выказывают недоверие друг к другу. И то же самое случилось со средствами массовой информации, с новостными порталами. Сегодня большое количество информации политизировано и заранее предварительно ангажировано какими-то определенными интересантами. Так что, да, весьма усложненная ситуация, в которой сегодня выживает журналистика. Тем более осложнено все пандемическими условиями. Сегодня никто не уважает свободную журналистику. Она стоит слишком многих денег. А ложь гораздо более удешевлена. Так что я надеюсь, что мы и этот вопрос сегодня сможем обсудить, как журналисты. Но проблема здесь более комплексна, нежели просто журналистская проблема. Я знаю, что вот эта вся информация, потоки информации про COVID, они доступны каждому человеку. Как из этого потока выхватить самое точное, самое достоверное и обеспечить свободный доступ людей к ним. Да, вы правы. Я с вами совершенно согласен. У нас еще один вопрос от участников, работающих в онлайн-режиме. И прошу ускориться. У нас осталось 10 минут. У нас фантастический разговор, но надо помнить про ограничения. Второй вопрос от онлайн-участника. Пандемия показала, что традиционные СМИ не могут конкурировать с точки зрения скорости подачи информации с сетями, с цифровыми сетями. Вот как вы относитесь к феномену инфодемики? Тереза, прошу вас. Опять же, я, Кэтрин, говорила про это. Я, Кэтрин, говорила про это. Проблема заключается в том, что мы, по сути, говорим про долгосрочные инвестиции. Как вы можете изыскать, найти правильные инструменты реагирования, информационного реагирования, которые нужно в долгосрочной перспективе совершить? Это еще более осложненный вопрос. И здесь я не столь компетентна, и здесь у меня визуальной картины сформировавшейся нету. Но крайне важно иметь четкую, разумную, легальную, рамочную структуру, которая будет защищать свободу и журналистов. Это очень важный вопрос. И второе, политикам необходимо, политикам и чиновникам необходимо воздержаться от безответственных линий и манер поведения. Это крайне важно в том числе. Если они сами по себе не будут лидерами, примерами для сограждан, у нас не будет хорошего лидерства. Мы не сможем доверять своим государственным институциям, мы не сможем доверять науке. Один из крупнейших успехов человеческого мышления – это разделение труда. Допустим, мне не надо быть студентом-медиком, чтобы я могла доверять своему врачу. Я обязана доверять своему врачу. Я должна верить в то, что вся информация, которую я получаю от врача, равно как и все таблетки, которые он мне предписывает, помогут мне. Не будут мне во вред. То есть мы такие люди, вовсе не обязательно, чтобы каждый знал абсолютно все про каждый аспект пандемии. Тут встает вопрос доверия. Это самая важная инвестиция, которую мы сегодня можем сделать в свое будущее. Доверие друг к другу, профессионализму друг друга – это то, что нельзя отнять. Благодарю вас. Мы можем говорить про пандемию, можем говорить про социально-экономические последствия. У нас мало времени, поэтому я буду весьма краток и прошу вас кратко отвечать. Большое количество денег вложено в различные государственные системы. Карантины вводятся в соответствующие мероприятия. Поддержка экономики, подготовка мира к постпандемическим условиям. В Великобритании растет налогообложение. Так что да, сегодня начинается какой-то новый постпандемический процесс. Эмма. Я сейчас буду работать как профилер, как психолог. Вот вы у нас самый молодой из докладчика. Так что здесь встает поколенческий вопрос. Вот я более старое поколение. То есть, чего мы любим? Это акции, это налоги, курсы, обмена. Вот для вас это проблема? Да. И это причина, по которой мы всегда изучаем различные официальные отчеты. Мы изучаем молодое поколение, поколение XYZ. И сегодня мы наблюдаем, что молодежь, у нее потребность в информации. Она озабочена своим будущим. Она неподдельно интересуется, что такое COVID-19, что такое изменение климата. Вот эти два вопроса сегодня определяет облик современного поколения. Его озабоченности – это то, что диктует формирование будущей картины мира. Молодежи нужно какое-то ощущение стабильности в этом шатающемся мире. Они бы хотели исключить большое количество факторов, которые заботят их сегодня. Например, образование, качество такового. Они бы хотели просто учиться и радоваться жизни, но вынуждены выживать в том мире, в таком виде, в каком он есть сегодня. Они озабочены работой, трудоустройством, стабильностью своего общества. Все это влияет на них, на нашу молодежь. Нам надо найти, какой выход для этой молодежи. Я думаю, опять же, все здесь упирается в вопрос доверия к правительству. Верим ли мы этому правительству? Можем ли мы сподвигнуть свою молодежь, чтобы оно доверяло своему правительству? Они бы, может, и не против, но... Да, я вас понял, Эмма использовала слово «озабоченность», «настороженность». И вот здесь встает вопрос душевного, ментального здоровья. Каковы социальные последствия этой пандемии? Поскольку эта пандемия, она нас просто встряхнула. Она ударила по ментальному, душевному здоровью наших людей. Является ли это проблемой? Да, это весьма существенная проблема. И вирус напрямую на это влияет. Особенно те люди, которые переболели. Одним из проявлений этой болезни на фоне изоляции, к сожалению. На фоне того, что у человека происходит отсечение социальных связей, разъединение с коллективами, наступает ухудшение морального, ментального состояния. Да, вы правы. Это существенный вопрос, чтобы все мы как-то переадаптировали свои информационные потоки по требованию новой реальности. Кэтрин, я хотел бы развернуться к вам про экономический фронт. Ведется большое количество разговоров про сервис, про индустрию, налоги. Господин Безос сегодня вкладывает большие деньги в различные инициативы. И экономически, куда мы двигаемся, забудет ли это? Нас у нас осталось 4 минуты. Где вот эта серебряная конечная линия? Конечно, всегда есть что-то хорошее. Давайте тогда начнем с отрицательного, да, а потом давайте поговорим о том, есть ли где-то все-таки лучик света в этом. Хорошо. Ну, знаете, однозначно экономика сталкивается с тяжелыми временами, но это и время трансформаций. В принципе, эти трансформации уже происходили, но COVID, конечно, привел к большому количеству жертв, и правительство инвестирует деньги, потому что вынуждены это делать, закупать вакцины, строить инфраструктуру, адаптироваться к кризису. Но, с другой стороны, мне кажется, что вы правы, действительно некоторые отрасли пострадали сильнее других. Да, но, с другой стороны, в плюсе остались цифровая экономика, очень большой пошел процесс креативности, инноваций в этот период. Вот Тереза упоминала. То есть те элементы, которые уже существовали, были ускорены. Это и технологическая трансформация. Мы уже, в принципе, во всех отраслях двигались в этом направлении, и все, наверное, отрасли увидели эти изменения. Изменения привносят разработка искусственного интеллекта, роботизация. Мы уже начали этот цифровый переход и использование новых технологий, а пандемия это ускорила. И когда я работала в Международной организации франкоговорящих стран, мы буквально за три недели сделали то, что, согласно планам, у нас должно было занять два года. И мы еще и кучу денег сэкономили, благодаря тому, что мы по-другому начали взаимодействовать, коммуницировать. И благодаря этому мы эти деньги потом могли направить на помощь населению франкоязычных стран Африки, например. Поэтому я думаю, что да, создаются дополнительные возможности, и есть люди, которые ухватили этот момент. Но мне кажется, однозначно эта ситуация изменит экономику, и в конечном итоге просто потребуется переобучение, развитие новых навыков. Нам надо просто убедиться, что мы действительно следим за то, что происходит с нашими людьми, с нашими сотрудниками, и что мы обеспечиваем состояние, благополучие граждан. Только тогда экономика будет сильной. Спасибо большое. Мы попробовали буквально за полтора часа обсудить то, что мы обсуждаем уже последние полтора года. Во многих случаях мы это обсуждали. И дома, и через наши гаджеты, и находясь в изоляции. В Великобритании я, по крайней мере, сидел в изоляции достаточно долго, и мы все это обсуждали. Я надеюсь, что вам наша беседа понравилась. Я благодарен всем за участие. Я вам всем настоятельно рекомендую остаться, потому что у нас сегодня будет еще два интересных обсуждения. Опять же, мы будем говорить об информации в более широком контексте, не просто в контексте ковид. И также мы поговорим еще и о вопросах окружающей среды. И мы говорили уже, что это один из самых серьезных вызовов для нашего поколения и для последующих поколений. Это может быть даже, знаете, такой экзистенциальный вопрос. Поэтому я давайте поблагодарю всех наших спикеров. У нас были следующие спикеры. Это Филипп Сапрыкин, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Центральной Азии. Филипп, спасибо большое за то, что вы к нам из Ашхабада подключались. Я также благодарю Эмма Чу, которая к нам из Лондона подключилась. Она является директором в Удраман Топсон Интеллидженс. Спасибо, Михаил Фаворов. Доктор Фаворов является эпидемиологом, экспертом в сфере контроля профилактики и распространения инфекционных заболеваний. Он нам дал некоторые прямые ответы. Нам они всем нужны были. Спасибо также, Катрин, профессор Кану. Она преподает этику в журнализме. Это вопрос, который, как мы все отмечали, очень важен. Ну и, конечно же, с нами в зале сегодня присутствует также Тереза Рибейру. Я, наверное, не совсем правильно произношу фамилию, но она является представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Очень важные она вопросы отметила о защите журналистов. И мы благодарны нашим журналистам. И, конечно же, с нами присутствовал министр информации и общественного развития Казахстана, госпожа Аида Байлаева. Спасибо вам. А вот теперь мы заканчиваем эту панельную дискуссию. Спасибо. Спасибо Райану, спасибо нашим спикерам. Я напоминаю всем, что вопросы и комментарии можно направлять онлайн, если вы подключаетесь онлайн. И вы можете это сделать через приложение. А те, кто присутствует в зале лично, также можете поднимать руку и задавать вопросы. Сейчас у нас будет обед для тех, кто находится в зале. Обед на первом этаже. Если вам нужна помощь, вам наши волонтеры помогут.